Оу, да! Почему? Не раз я слышал мнение, что рецензировать любимые произведения легко и приятно. Берешь и открываешь свои творческие клапаны на полную катушку, и спустя некоторое время забираешь готовый продукт. Ну и что я могу сказать, если такая логика работает и в обратную сторону, то Nights into Dreams получается я просто терпеть ненавижу. Еще ни один материал за все время не давался мне настолько тяжело, и я долго не мог понять причины этого. Год за годом черновики создавались и улетали в корзину, и очередной визит в дивный мир грез Найтопию вновь оставлял после себя впечатления исключительно... невыразимые. Ну что ж такое-то? А причина оказалась проста. Nights into Dreams — это игра-феномен, о которой невозможно рассказать в отрыве от времени, в котором она варилась. Nights into Dreams вышла в то небольшое временное окошко между двумя тысячелетиями, когда игровая индустрия уже более или менее развилась и финансово стабилизировалась, но еще не успела закостенеть и начать выбирать исключительно безопасные пути. Тогда денежки, и порой очень-очень серьезные денежки, могли получить откровенно нишевые и авторские проекты, а уж на игры, которые должны были стимулировать продажи соответствующих консолей, ресурсов вообще не жалели. Понятное дело, что Nights into Dreams еще на этапе идеи в итоге попала практически во все открытые двери. Новая, большая игра от создателей культового ежика Соника, призванная подстегнуть продажи Sega Saturn. Как звучит-то, а? Но за ширмой видимого благополучия скрывалась настоящая производственная топка, в которой горело великое множество задумок и набросков того, какой же именно должна стать та самая игра нового поколения, причем как в техническом плане, так и в стилистическом. Как рассказывали продюсер игры Юдзи Нако, видеорежиссер Наото Осима и ведущий дизайнер Токаси Иидзука, поначалу в Sonic Team никто не имел ни малейшего представления, на что была способна новинка от Sega, и как в принципе организовать новый рабочий процесс в условиях свежего и пока малоизученного железа. Наиболее логичным шагом продюсер видел создание классического пиксельного двумерного сайдскроллера. Благо, начинка Сатурна в плане 2D графики уже не так сколывала художников в самовыражении, иначе говоря, предлагал сделать примерно то же самое, чем он и его команда успешно занимались поколением ранее, только на сей раз с летающим протагонистом в главной роли. А вот работать с полигональной графикой Нако наотрез отказывался, потому как считал, что с текущим уровнем развития 3D у них просто не получится создать привлекательного главного героя и такой же привлекательный мир, в котором он бы обитал. И возможно, так бы игра и стала пиксельной леталкой, не случись по ходу планирования резкой смены сеттинга. Sonic Team изначально хотели создать игру, отличную от их главного маскотного хита, но при этом такую, чтобы ее смог понять любой ребенок, поэтому вдохновение они искали в вещах, на первый взгляд кажущихся обыденными. Так сначала появилась сказка про радугу и ее загадочных обитателей. Однако в команде посчитали, что радуги, равно как и прочие погодные явления, все-таки распределены по миру неравномерно, и не все дети в равной степени смогут оценить их задумку. В итоге, Nights into Dreams стала историей о снах, самой большой психологической загадки человеческого сознания, живущей с нами столько, сколько существуем мы сами. Столь резкое переосмысление тематики обнажило потребность в радикально другом подходе к визуальному дизайну. Тут уж даже вечно упрямствующий Нака после недолгого периода экспериментов с пререндерной графикой все-таки сдался под натиском художника в команде и дал добро на переход разработки в 3D, оставив вариант со спрайтами на случай полного полигонального фиаско. И с появлением нового измерения фантастический мир грез все-таки зажил своей жизнью. Но вылезли другие проблемы. Во-первых, управлять полетом персонажа в честном 3D оказалось ну невероятно сложно. Не удивлюсь, если у них получился Супермен 64. Хардкорщики в компании, конечно, оценили, но Sonic Team рассчитывали игру на максимально широкую аудиторию, потому свободой перемещения пришлось пожертвовать в угоду большей комфортабельности. И Nights из 3D-игры перевоплотился в 2.5D, но с нюансами. Во-вторых, обычной восьмипозиционной крестовины резко стало не хватать. Мало того, что теперь об нее пальцы можно было себе стереть, а на ранних этапах разработки Nights была более экшен-ориентированной, так еще и отзывчивость такого управления оставляла желать лучшего. Игра нуждалась в контроллере нового типа, и спустя горы и горы экспериментальных прототипов появился 3D-контроллер Pad, геймпад с аналоговым стиком и аналоговыми же курками. В общем, в новую эпоху Sonic Team ворвались во всеоружии, с нестандартной идеей, с новыми технологиями и с бюджетом, способным утолить аппетиты на все вышеперечисленное. Что у них получилось в итоге и стоило ли оно вообще того, это мы сейчас и попробуем узнать. Игра рассказывает историю двух подростков из города Twin Seats, Элиота Эдвардса и Кларис Синклер, которые сквозь призму сновидений переживают трудности, возникшие на их жизненном пути. Элиот с детства болеет спортом и в особенности баскетболом, и часто проводит время на школьной площадке с друзьями, устраивая целые матчи. И один такой день после школы оказался нахрен испорчен старшеклассниками, откровенно высмеившими Элиота перед пацанами, из-за чего тот впал в уныние и потерял всякую мотивацию заниматься любимым делом дальше. Кларис же занимается вокалом и мечтает однажды получить роль в пьесе, однако на прослушивании она очень сильно распереживалась и плохо сыграла свою партию, и теперь этот провал буквально идет за ней по пятам, и не позволяет ей собраться силами на еще одну попытку. Параллельно с этим развивается также история из самого Мира Грез, в котором злой колдун Уайзман вознамерился размыть границы между сном и явью, и для этого он создает кошмары и существ, ими порожденных. Да только одно из лучших его творений, Найт Марин по имени Найтс, оказалось очень своевольным и не менее свободолюбивым, и именно этот семейный конфликт задаст импульс для целой вереницы событий, чье влияние будет ощущаться не только в царстве снов, но и за его пределами. Что мне нравится, мультипликационные сценки даже без озвучки рассказывают и показывают ровно столько, сколько нужно для полного понимания истории. Порванный в сердцах плакат со звездой баскетбола в комнате Эллиота, приглашение на кастинг и фрагменты пьесы, которые Кларис надо исполнить, авторы не разжевывают игрокам очевидные вещи, а позволяют самим сложить 2 и 2. Сами же CG-заставки, слепленные в стенах самой Сега, правда, получились очень... не очень. Ладно, еще общие планы особо не поругаешь. Ну да, выглядит бедно, ну хотя бы цивильно. Но... что у героев с лицами? Вот обязательно было так поднимать им рты к глазам. Любые попытки приблизить камеру к их лицам рождают кадры одновременно уморительные и ужасающе криповые. И этот смешной звуковой дизайн, сотканный из стоковых эффектов. Эх, девяностые. В общем, завязка истории интригует, но стоит переступить ее порог, и свое отношение к игроку Nights into Dreams покажет сразу. Наглядный пример первого опыта на основе забальзамированных воспоминаний вашего непокорного. Начинаю новую игру, выбираю одного из двух главных персонажей, и... вот. Эллиот и Кварис материализуются посреди странного сюрреалистичного мира в окружении цветных шаров. Стоит сделать буквально пару шагов, как на меня тут же нападают какие-то монстрики, тащат все шары, кроме почему-то красного, и заныкивают их в нескольких странных штуках, разбросанных по локации. Это, конечно, здорово, но дальше-то что? Ну, неподалеку есть коморка, в которой сидит Nights. Захожу туда, и... И теперь я внезапно сам стал Nights, причем я больше не хожу ногами по 3D-миру, а летаю телесами по 2,5-миру. Да и красный шар куда-то подевался. А, нет, не подевался. Он теперь стоит на постаменте там, где ранее прохлаждался пурпурный орликин. Блин, теперь еще и таймер появился. Господи, да что не так с этим миром? Внизу земля, наверху земля, ощущение пространства просто сходит с ума. Ну, ладно. Собираем все, что собирается, трогаем контейнер с нашей штукой. Ну, он мигает. Наверное, хорошо, летим дальше. Так, почему я вернулся в начало с другой стороны? А, уровень зациклен, и все собранные вещи возродились на старых местах. Ну, я не против такого подхода, ай да на бис. Повторно собираю все, что могу, и залетаю в штуку. Теперь она взрывается и отдает мне шар. О, я опять человек. Это у меня, типа, время закончилось? Ну, ладно. Пешком иду по стрелочке, прихожу к найтс, и... Я что-то прошел, и получил ранг F, и я опять найтс, и опять лечу куда хочу. А почему трасса другая? Ну, хорошо. Теперь я умнее. Собирать вещи и доносить их до штуки буду быстрее. За первый же круг я вернул свою блестяшку, и даже долетел до финиша. В смысле ранг C? Да я же быстрее пули эту штуку принес на базу. Ты в своем уме? Да. Первое знакомство с Knights into Dreams способно очень больно ужалить. И попытки хотя бы начать в нее играть нормально, будут лишь плодить вопросы за вопросами, за вопросами, за вопросами. Если прохождение еще куда бедно поддаться, благо игра не скупится на подсказки после каждого поражения, то понять, чем именно мы тут вообще занимаемся, не то что без мну, а без пол-литра не получится. Но мы попробуем. Итак, Элиот и Кларис оказываются в Найтопии, мире грез, существующем одновременно как часть их подсознания, и как самостоятельная параллельная реальность, и населенном преимущественно маленькими крылатыми существами Найтопианами. Причем появляются в этом мире герои не с пустыми руками, а с энергией сновидений в лице идей, отражающих их характер и личность как таковую. Всего их пять. Красная идея смелости. Отражает силу воли сновидца и его способность противостоять трудностям. Белая идея чистоты. Отражает чистоту и невинность детского сердца. Голубая идея разума. Отражает сознание. Зеленая идея мудрости отражает стремление к росту, развитию. Желтая идея надежды отражает вестимо надежду. В общем, когда в начале сна монстры нападают на героев, они похищают у них все составляющие их личности, кроме красной идеи. Ее сновидец может отдать только по своей воле. Собственно, наша задача восстановить единую сущность главных героев, и в этом им поможет Найтс за свое непослушание, замурованный в храме идей. В обмен на смелость, сновидец становится частью сознания плутоватого орликина из меры снов и получает под свое управление все его способности. И все-таки, о чем ты, Найтс Инту Дримс? Не волнуйтесь, от философских разглагольствований в духе сценарий игры сложнее, чем кажется поначалу, я вас уберегу. В Найтс действительно очень простая история, которая буквально встречает нас в начале и провожает в конце. Между двумя конечными станциями вам предоставлено все свободное время на то, чтобы самостоятельно поразмышлять над этим вопросом. Свою недалекую точку зрения я вам и представлю. Найтс о страхе жизни как таковой, о противостоянии нарастающему чувству эскапизма, желанию убежать из этой жизни в мир, в котором нельзя испытать болезненный опыт разочарования в себе. Элиот и Кларис в тот день испытали значительное унижение, пошатнувшее сам фундамент их личностей, их идеи. Переварив прожитый день в мире снов и буквально пересобрав себя заново, герои отправляются в реальную жизнь с новыми силами. Элиот вместе с дружбанами, например, решает проучить старшеклассников, провернув с ними ровно тот же самый взрослый баскетбол. В конце концов, что самое страшное может с ним произойти? Побьют, опять унизят. Страшно, конечно, но была не была. В итоге Элиот выхватывает у них мяч и в результате завязавшегося матча по киношному красиво закидывает мяч кольцом. Ну и что сделали посрамленные старшегодки? Отреагировали совершенно адекватно. Ну, продули и продули, но хрен с этим. Зато этот мелкий-то реально хорош. Так у Элиота появились новые друзья и коллеги по увлечению. Подобная, но еще более картинная ситуация произошла и у Кларис. Все эти усталые и раздраженные продюсеры и режиссеры как по мановению волшебной палочкой становятся абсолютно нормальными людьми. Стоило только Кларис просто прийти на прослушивание и не спасать перед трудностями. Ну а че? Неудачи они неизбежны, но редко происходят так, как ты себе их представляешь. Вот, собственно, и все, что Nights into Dreams хотел рассказать. Вообще, разработчики в различных интервью не раз отмечали, что во время работы над игрой они очень сильно погрузились в тему психоанализа, изучая труды Юнга и Фрейда. Так что более начитанные игроки явно смогут увидеть гораздо больше. И об их находках я бы с радостью почитал в комментариях. Ну а дальше начинается уже пресловутый игровой процесс. Sonic Team остались верны своим традициям и в очередной раз сделали, по сути, однокнопочную игру, в которой все геймплейное разнообразие достигается буквально тем, как мы перемещаемся по миру. В далеком будущем, когда и Нака, и Осима перейдут под крыло Square Enix, это им еще аукнется, но я уже забегаю вперед. Находясь в облике Орликина, сновидец обретает способность свободно летать по миру грез. Почти свободно. Во-первых, свобода эта выдается всего на две минуты, по истечении которых происходит расцепка двух сущностей, вынуждающая допроходить остаток уровня уже на своих двоих. Во-вторых, будучи в Теле Найтс, вы как бы играете в совершенно другую игру, граничащую где-то между горизонтальным скроу-шутером и гонкой. У вас отбирают третье измерение и сажают на заранее провоженные авторами рельсы, с которых вас не выпустят до тех пор, пока либо не выполните поставленную задачу, либо не закончится время, данное на единении. Причем траектория полета не одна на весь этап, а меняется всякий раз, когда вы успешно добираетесь с идеи до стартовой точки. Впрочем, Найтс не только летать и граст, точнее, только летать и граст, но все сложно с ним. Например, он умеет буквально сверлить с собой мироздание, превращаясь в летучую дрель, не только во все стороны любую враждебную мелочь раскидывающую, но и разгоняющую себя до невероятных скоростей. Другой и более, если так можно выразиться, культовый прием Найтмарина — создание вакуума во время сальто. Все предметы, попавшие в петлю, автоматически собираются, а враги пропадают навек. Зона поражения вакуума напрямую зависит от размера созданной петли, в то время как возможный радиус этого самого солнышка зависит от текущей скорости. В сумме рождается целая летательная система, в которой надо одновременно поддерживать скорость полета при сохранении его аккуратности и, что не менее важно, грациозности. И я не приукрашиваю. В Найтс Инту Дримс авторы очень много внимания уделили самой эстетике полета. Практически всеми дополнительными кнопками, будь то X, Y, Z или курки, можно прямо по ходу дела проворачивать различные акробатические кульбиты, такие бесполезные, но такие эффектные, ублажая ими свой взор. Если ему, в смысле, взору, будет вообще какое-то дело до плясок Орликина, а то совсем уж на расслабоне игра проходить себя не даст. И что забавно, для возвращения всех похищенных идей, услуги мятежного Найтмарина вам не особо-то и нужны. Кларис и Эллиот и сами по себе не выкомшиты, и вполне могут самолично собрать нужное количество синих шариков, освободить свои идеи и спокойно закончить уровень. Но, во-первых, это скучно, а во-вторых, таким образом вы практически не зарабатываете очки и закономерно получаете паршивые ранги за прохождение. А чем чреваты низкие оценки? Да так, просто не пустят на последний уровень и отправят на пересдачу дисциплины. Прогульщиков уроков полетов у нас здесь не любят. А, и еще. Исследовать мир снов на своих двоих в спокойном темпе не позволит неумолимый преследователь в лице огромного будильника, который способен откатить вас аж на начальный экран игры. Если поймает, конечно. После сбора всех отражений личности героев сон меняется на кошмар и наступает закономерная битва с плохим парнем, засевшим в нем. То-то уже не повипендриваешься. Окончание времени, отпущенного на бой, в одночасье выгонит из игры без суда и следствия и заставит перепроходить весь мир заново. Боссы сами по себе хоть и не сложные, но сделаны с воображением и уж один раз они обязательно отправят вас в перезагрузку банально потому, что вы не будете знать, куда и как их бить в первый раз. Кого-то надо просто бодать в процессе, не напарываясь на острые зубы, кого-то надо сначала обезоружить, чтобы открыть уязвимость, у кого-то оружие это и есть его главная уязвимость и так далее. После победы над кошмаром вы получите ранг за прохождение и, скорее всего, дальше си он не пойдет. На самом деле я немного приврал, когда назвал возвращение идей основной вашей задачей как игрока. Не менее важно в Найтс Инту Дримс собирать очки. Как в аркадных играх 80-х, да. Ну не о том речь. Местная система сбора очков, конечно, посложнее, чем в среднем попалате и требует не столько блестяшки собирать, но и наращивать комбо в связках. Но ничего, прямо радикально иного здесь нет. Причина же... Хотел бы я сейчас сказать, что игра вас дурит, подталкивая как можно быстрее собирать идеи и добираться до финиша, но на деле же она просто не договаривает. Когда Найтс собирает 20 синих сфер и высвобождает частичку личности сновидца, вас вообще-то никто не заставляет торопиться к выходу. И потратить оставшееся на трассу время вы можете как угодно. Плюс ко всему, когда вы переходите в такой вот режим свободного полета, врубается режим удвоения очков. В общем-то, в этом и кроется весь секрет успеха. Разработчики поступили очень хитро, наказывая не только за небрежную, но еще и за неоправданно поспешную игру. А через несколько месяцев после выхода игры, Sega поднос надвигающегося зимнего сезона внезапно выпустила эдакое... DLC. А именно Christmas Nights into Dreams, содержащий один лишь первый уровень из основной игры, перекрашенный под рождественскую тематику. Простенький... В смысле, еще более простенький сюжет рассказывает о том, как в городе поставили огромную елку по случаю предстоящего празднества, но забыли про рождественскую звезду. И Элиот и Кларис отправились в мир грез на ее поиски. И что характерно, нашли. Хоть поначалу и кажется, что какого-либо практического смысла в дополнение нет вовсе. Однако в имевшиеся узкие рамки игры авторы напихали немало бонусов и интересных мелочей. Ну распялся, соловей. Сейчас, наверное, думаете вы. Есть ли в игре хоть что-то плохое? Ну, как обычно, от вас и ожидаешь, зрите вы в самый корень. И ведь... Действительно, Nights into Dreams не лишена очень досадных проблем, проистекающих во многом из неопытности разработчиков в создании трехмерных игр. Говорю я, конечно же, о камере. Поначалу может показаться, что испортить виртуального оператора в 2.5D игре в принципе невозможно. Но Sonic Team'овцы все-таки нашли способ. Дело в том, что протагонист не всегда летает строго по прямым линиям. И иногда делает крутые повороты то вглубь экрана, то прям на игрока. И я не знаю, каким спайдерменом надо быть, чтобы вовремя среагировать на резкие смены ракурса камеры. Для отчетности к недостаткам стоит, пожалуй, причислить еще и спорадические мини-игры, своим внезапным появлением заставляющие спешно привыкать к новому управлению. Игра, блин, и так резкая, так она еще и правила по ходу дела меняет. Ну, кто так делает? Причем даже в ремейке контроль над персонажем в нетипичных ситуациях поражает своей дубовостью. К счастью, авторы с ними хотя бы не чистят и добавляют их в главное блюдо как приправу. Кстати, о приправах. Знаете, а ведь если не страдать перфекционизмом, то вся игра проходится от корки до корки примерно за полтора-два часа. Плохо ли это? Или же хорошо? Разработчики прямо говорили, что Найт создавалась с расчетом на многократное прохождение. И если такой подход еще мог иметь смысл в 96-м году, то в нашу эпоху художественного фастфуда даже один цикл прохождения смогут выдержать считанные единицы. И если пролететь всю игру галопом, то позади останется множество мелочей, завоженных авторой. Для начала Найтс Инту Дримс умеет следить за системным временем и подготовил по такому случаю несколько забавных сюрпризов. Если запустить игру 20 июля или 31 августа, то Кларис и Элиот соответственно будут гулять по миру снов в пляжных нарядах. На День Дурака Найтс и его недобрый братец Реала поменяются местами, а в канун Дня Всех Святых оба становиться предстанут в более тематических костюмах. Миниатюрный, казалось бы, Крисмас Найтс Инту Дримс возвел эту идею вообще в абсолют. Дополнение и само по себе тематическое, однако оно настолько полагается на реальное время, что его можно чуть ли не каждый день перепроходить, подмечая каждый раз новые детали, начиная с затмения и заканчивая Сантой в рождественскую ночь. К тому же в дополнении есть мини-игра Sonic the Hedgehog Into Dreams, в которой засветился один известный еж. К сожалению, оценить ее смогут только игроки на Sega Saturn, потому как в последовавших портах она куда-то потерялась. А еще Sonic Team внедрили в игру полноценные тамагочи, завязанные на взращивании Найтопианов и ухаживании за ними. И это не просто какая-то мини-игра или обособленная локация сонами, как впоследствии Naka сделает Sonic Adventure. Вы всегда взаимодействуете с обитателями мира снов, даже если не обращаете на них никакого внимания. Просвистели дрелью прямо у самого носа Найтопиана, он испугается и пойдет на вас обижулькаться. Захватили Найтопиана в вакуум, пролетев вокруг него, ну так вы и убьете его. Избавили его от нападок недружелюбного Найтмарина, он тот же восплывает к вам любовью. А довольных пианов сразу тянет размножаться. Разумеется, с помощью яиц, которые просто появляются из ниоткуда после очередного визита героев Найтопию и которые после символического прикосновения к ним сновидца или самого Найтс вылупляются в новых обитателей мира грез. И все это непростой визуальный бонус. Соник Тим создали целую систему взаимоотношений и генетического наследования признаков, будь то внешность или способности, получившую общее название Alive. Совпадение? Не думаю. Ну если серьезно, система искусственной жизни создает целое пространство для экспериментирования над бедными Найтопианами и наблюдения за результатом. Их даже с монстрами можно скрещивать. Если запульнуть Найтмарином прямо в Найтопиано, то в месте рокового события образуется яйцо, из которого потом вылупится Мепиан, чувачок, получивший черты обоих в кавычках родителей. И такое гибридное существо может быть как дружелюбным или нейтральным по отношению к окружающим, так и враждебным, учиняя всякие пакости. А еще при определенном везении есть шанс дождаться вылупления королевского пиана, который тут же начнет королевствовать в округе, строить свой замок и давать отпор плохим парням. И зачем это все? В этом-то и магия игр того времени, потому что авторам захотелось. не в последнюю очередь романтика волшебного сна достигается с помощью музыки. Начинается игра практически как диснеевский мультфильм, но саундтрек довольно быстро меняет курс и возвращается в классическое стеговское русло, и винить его за это не получится даже при очень большом дживании. Основное время из колонок доносится этакая синтетическая романтика 90-х. Все звучит очень светло и мажорно и практически не перехватывает на себя внимание. Тамоко Сасаки, ранее отметившаяся музыкой для еще одного забытого шедевра Ристер, воплотила в звуки, пожалуй, самое поэтичное представление мира грез, какое только можно себе представить. Впрочем, не обошлось и без поддержки в лице Фуми Куматани и самого на Фуми Хатайи, несколькими годами ранее создавшего для Sonic CD настолько вызывающую музыку, что американское отделение Sega поспешило заменить ее на что-нибудь другое. И оба композитора также внесли свой вклад в создание прости господи атмосферы витания в облаках. И тот внезапный интерес вызывает подход к созданию композиций мира снов. Музыканты по сути написали для каждого уровня до четырех вариаций одной общей темы. И выбор трека на конкретном уровне зависит от настроения Найтопианов. Серьезно. Если эти маленькие жители снов на вас обижены, играет одна вариация темы уровня. Если они в хорошем настроении, играет другая. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Открывается и более боевая личина саундтрека, то и дело заползающее в более дерзкие эксперименты с фьюжоном, драм энд бейсом и даже блюзероком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Тема битвы Найтс и Реалы фактически предвосхитила тот скоростной ракешный дух, коим Дюм Синоя и его группа Крашфоти, в будущем наделят Соник Адвенчер для Дримкаста. Редактор субтитров А.Кулакова Тема битвы с финальным плакешом так и вовсе заимствуют фрагменты из Китчак, обезьяний песни Рамаяны, который и сам по себе звучит как нечто, не принадлежащее этому миру. А в электронной обработке вообще обретают очень нездоровый окрас. Но композиция, играющая во время финальной битвы с Вайзменом, это в принципе особый случай, поскольку среди всех босс тем, она единственная, которая не побуждает к действию, а наоборот звучит отчужденно и как-то спокойно. А вот идея дать детям исполнить главную вокальную тему игры Dreams Dreams, мне кажется хоть и понятной, но не слишком практичной. В смысле пригласить детей, спеть песню про детей для детской игры о детях, это хорошая идея. Но вот реализация этой затумки, скорее всего, она потребует от ваших ушей очень сильной толерантности. Впрочем, у Dreams Dreams столько разных вариаций в рамках игры и ее рождественского DLC, что уж на свой вкус вариацию найти вполне реально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Годы спустя саундтрек Nights into Dreams получил новое прочтение, за которое полностью отвечали фанаты. Говорю я об Overclocked Remix, которые выпустили тематический альбом аранжировок под названием Nights Lucid Dreaming. Хотя, не знаю, можно ли это называть аранжировками. Треки порой так перекручены с точки зрения инструментовки и гармонии, что оригинальные композиции угадываются в них с большим трудом. Зато OCR в коем-то веке не наважали со звуком, куда больше внимания уделив сведению вокала и подбору инструментов. Выбор жанров, правда, порой случается, но очень странный. До сих пор я не могу понять, зачем надо было превращать тему битвы с Вайзманом в оперное представление. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Но никто нам и не обещал дословное воссоздание музыки, которую мы и так уже слышали в соответствующей игре. Да и OCR всегда славились нестандартным мышлением по части кавер. Ну и да, если вас вдруг не удовлетворило количество версий темы Dreams Dreams из официальных саундтреков, то деятели из Overclocked Remix навалят вам еще гору. На этой ноте рассказ, в общем-то, стоило бы и заканчивать. Однако мир Найтс распростерся далеко за пределы одной лишь игры для Sega Saturn и даже за пределы игровой индустрии как явление. Об одном таком случае, то есть Крисмас Найтс, мы уже вспомнили. О ужасе в лице Найтс Инту Дримс от Тайгер Электроникс не будем вспоминать и вовсе. Ну правда, не надо. Ну тогда мы лишь слегка приоткрыли эту дверь. Уже в 1996 году счет открыл Storybook, вышедший только в Японии и привнесший в мир снов капельку сюжета и взаимодействия между персонажами. Но не только одним сюжетом сытым. Благодаря шикарным иллюстрациям Такуми Мияки, книга банально цена как произведение изобразительного искусства. Что же до сюжета, то Storybook рассказывает о приключениях Элиота в мире снов и его попытках наладить отношения с несносным Орликином. Да, автор Тёко Инукаи постаралась больше внимания уделить самому Найтс. Дело в том, что его озорной и задиристый характер в игре по большей части лишь подразумевался. И слегка визуализировался в моменты, когда персонаж находился в своей тюрьме и всячески извивался и кривлялся перед сновидцами. Зато в рассказе его раздутое самомнение и зацикленность на себе идут в повествовании бок о бок с историей о классическом противостоянии, отваге и сил зла. В целом, это неплохая сказка, которую я бы вполне порекомендовал детям для ознакомления. Не буквы, так красивые иллюстрации погрузят в чудесный мир Найтопии. Да и перевод на английский в сети можно найти без проблем. Следующими на сцену вышли американцы из Арчи Comics, которые двумя годами позже представили свое видение истории Найтс Инту Дримс в серии комиксов с тем же названием. Первые три выпуска были встречены читателями хорошо, что дало повод издательству продлить серию еще на три выпуска. И что тут сказать? Это комиксы Арчи 90-х, во всем их типично абсурдном и сюрреалистическом великолепии. И что характерно, последняя очередь подошла для истории о приключениях двух подростков и одного несносного орликина в мире снов. Но что касается истории, интересно то, что авторы комикса решили логически связать и структурировать витиеватый и практически прозрачный сюжет оригинала. Но сделали они это в их характерной арчиевской манере и начали рассказ аж от сотворения. А если точнее, с кузнеца из средневековья, который однажды лицезрел переход из мира снов в мир яви и в месте падения двух красных идей, основал город Твинситс, в котором годы спустя и будут происходить все дальнейшие события. Зачем, правда, надо было так злоупотреблять кламбурами и ванвайнерами, но, видимо, таковы и сдержки формата и времени, когда комикс выходил. Зато больше внимания уделили реальному миру, в котором живут герои. Будничная жизнь Элиота и его стычки с хулиганами, уроки пения Кларис под пастранажем тоталитарной и необъятной инструкторши. Комикс позволил нам более внимательно присмотреться к реальной жизни и тому, какое влияние она оказывает на спящих. Но арчи не были бы арчи, если бы не переборщили слегка. Для комикса по игре про сновидения тут мало, собственно, сновидений. А конкретно их визуального воплощения на бумаге. Найт в моменты своего появления еще как-то старается делать на них акцент, но один он явно не справляется. Да и в целом повествование из сказки, открытой для интерпретаций, больше перешло в поле приключенческой фантастики с перемещениями между пластами реальности. В частности, главными связистами между читателями и героями становятся два Найтопиана, которые будут одновременно продвигать развитие истории и в то же самое время разжевывать происходящие события читателю. И без их помощи разобраться в хитросплетениях местного сценария действительно будет весьма проблематично. Найт, например, научился не просто сливаться с основицами в единую сущность, а буквально меняться с ними телами. Пока тот же Элиот сражается за мир грез в обличии летающего Орликина, Найт будет неплохо проводить время в теле самого Элиота. Подобной же способностью авторы наградили и главного соперника героя Реалу, который успел сдружиться с Роджером, тем самым старшеклассником, однажды уже испортившим Элиоту день на баскетбольной площадке. Ну и куда без красных идей, которые в новом прочтении по сути стали объединять в себе все остальные идеи и функционировать как одно целое. Хоть комикс и изобилует моментами такого кринжа, что хочется просто выкинуть его нафиг в окно, я все-таки не могу не отметить, что его составители не просто с игрой ознакомились, но и явно ее очень полюбили и старались не упасть в грязь лицом. Но все сказанное ранее касается только первых трех выпусков. За продолжение взялись уже другие сценаристы и художники, и уж они навернули такое, что лучше уж никак, чем так. И дело даже не в том, что стилистика рисунка скатилась дальше некуда, и не в том, что события окончательно покинули Найтопию и порвали последние связи со сказкой, а в том, что при их прочтении стрелка, что за нахометра, рискует вылететь из циферблата. В смысле, если в первых комиксах авторы еще хотя бы старались держаться общего курса, то с четвертого выпуска начинается полнейший сценарный рандом. Какие-то террористы, полицейские расследования, взрывы, это вообще точно Найтс Инту Дримс? Давайте лучше сделаем вид, что на самом деле существует только три выпуска. На этом моменте творческая активность, связанная с игрой, начала сходить на нет, и Найтс переквалифицировался в персонажа Камео, радующего лишь скоротечными визитами в миры других игр от Сега. Разумеется, на этом история персонажа не окончилась, но продолжение вышедшего 11 лет спустя аж на ВИИ мы коснемся как-нибудь потом. И все-таки память порой бывает очень избежать. Обстоятельств первого знакомства с Найтс Инту Дримс я за прошедшими годами уже не упомню. Стояла ли за окном такая же прекрасная солнечная зимняя погода, как в момент работы над этим обзором? Или же я завернулся в лавашек из полусотни одеялок, в надежде скрыться от пасмурного уныния, нависшего над миром? Или же этот мир тлел на углях из пепеляющего лета, и я вместе с ним? Все это уже не имеет значения. Но впечатление о грациозности Найтс, от романтики полета в мире снов, живо до сих пор и настолько же ярко, словно это было вчера. Воспоминания вне контекста. Сон, бывший когда-то воплоти. Тоже можно сказать и о самой игре. Найтс вообще не постарел. Он даже не знает, что так можно. И ему это и не надо. Игра застыла в истории, стала воспоминанием. Но к нему всегда приятно вернуться еще раз, или даже познакомиться с ним впервые, и сделать частью своей жизни. А все потому, что Найтс Инту Дримс это ночь и грезы в мире бушующей фантазии. И в этом мире времени нет. Неверленд, созданный Соник Тим. Соник Тим. Соник Тим. Соник Тим. Соник Тим. Соник Тим. Сон диск.